Заново, да, как интересно, когда каждую неделю начинается новая жизнь, новая жизнь. Шаббат – это как точка перезагрузки, точка перезагрузки, точка нового отчёта. И после шаббата начинается новая неделя с новыми силами, с новыми планами, с новыми возможностями. Вообще, если честно, если честно, так глубоко копнуть, то каждый день он абсолютно новый. Каждый день, который человек просыпается, если его рассматривать просто как объективную реальность, то это новое творение. Вчера уже нет, будущего ещё нет. И то, что человек живёт по своим каким-то старым планам, идеям – это только его выбор. То есть ты просыпаешься, всё новое. Каждую секунду, если глубже копнуть, каждую секунду всё новое. И только человек своими мыслями, он собирает всё опять в кучу и говорит – не-не-не, сегодня не новое. Сегодня это как вчера, а завтра это как я жду от него. То есть мы всё строим у себя в голове. Всё, шабу готов, хорошая неделя всем. И мы продолжаем изучать Тору. Мы продолжаем изучать еврейский религиозный взгляд на мироздание, который получен от Творца мироздания Бога. Тот, что мы называем Богом. Через Машер-Абейну Моисей получил Тору 3325 лет назад. На горе Синаи стоял весь еврейский народ. И передавалось это, передавалось, передавалось. И вот мы сейчас знакомимся с одним из ракурсов. То есть как невозможно постигнуть даже простую жареную картошку. Потому что когда каждый рассказывает о жареной картошке, по-другому. И любой рассказ о жареной картошке никогда не станет жареной картошкой. То есть каждый будет рассказывать о жареной картошке что-то своё. Тем более про Бога, про мироздание. То есть мы знакомимся сейчас с ракурсом, очень приятным ракурсом. Ракурсом, который дал лично мне глобальное кардинальное улучшение качества жизни. То есть я последний, вот мы сегодня у нас будет 94 урок. Я могу сказать, что за эти 94 урока моё восприятие мира, жизни, себя кардинально улучшилось, изменилось. Внутреннее состояние. И у меня есть официальные измеряющие инструменты. Это гармин. Гармин часы. Они меряют уровень стресса. Вот у меня уровень стресса стал настолько низкий, как не было никогда. Хотя ситуация вокруг война, ну то есть ситуация вокруг, она не улучшилась, могу так сказать. Но моё внутреннее состояние кардинально поменялось. Именно благодаря вот этому подходу, который мы сейчас изучаем. И сейчас у нас 94 урок. Мы пришли к тому, что мы... 93 урок. 93 урок у нас сегодня. Подожди, 93. 94. Всё, 94 урок у нас сегодня. И мы изучаем главную еврейскую молитву. Главную еврейскую молитву, которая называется «Шма Истраэль. Слушай Израиль». Эту молитву произносят мужчины обязательно два раза в день. «Ложась и вставая», там есть такие слова. «Утром просыпаюсь первые три часа дня и вечером перед сном уже, да, когда наступает время, когда уходят ко сну». И это декларация всей веры. То есть «Шма Истраэль» это как бы главная декларация взаимоотношений с Богом. Значит, первый отрывок там идёт такой. И первый отрывок закрывают глаза, когда его произносят. Женщины его произносят, когда им удобно. То есть не могут его произносить. Женщины по еврейскому закону, они освобождены от всех заповедей, связанных со временем. То есть женщина, вот если написано там «утром и вечером», женщина может делать, когда ей удобно. Почему так? У меня нет ответа на этот вопрос. Так, то есть женщины, они со Всевышним идут по своим каналам связи. Мужчины по своим каналам связи. Так написано. Именно заповеди, связанные со временем, женщины делают, когда хотят. Значит, а мужчины должны чётенько, как в армии идти, да? Первых три часа от восхода солнца. Итак, первый отрывок закрывают глаза и произносят. Шма, Исраэль, слушай, Израэль, Ашем, Эвокейну, Бог всесильный наш, Бог один. Мы разбирали на прошлом занятии, что это значит. Слушай, Израэль, ты пробуждаешь в себе то качество, которое называется Исраэль. Исраэль – это тот, кто полностью поднялся на всех уровнях своей природы. То есть, у человека есть диапазон от вертикально ходящей лужи и развитой инфузории туфельки, такого животного, до тот, кто выше ангелов и который может часть Всевышнего в этом мире. То есть, по образу Бога, это Божественная Душа, это Всевышний, который свет, который воплощён каким-то образом внутри человека, под словом душа. И вот, значит, когда ты говоришь Шма, Исраэль, то ты пробуждаешь в себе вот это качество Исраэля, это верхний диапазон, когда для тебя есть только Всевышний и всё остальное, ты как бы под ним выныриваешь из своего материального существования и приходишь прямо к Богу. Слово Исраэль – это прямо к Богу или Исарэль – это тот, кто министр, как министр у Бога, то есть тот, кто полностью присоединился к верхним уровням своей души, к Богу. Значит, Шма, Исраэль, ты себе говоришь, пробудись. Первый получил это имя Яаков, праотец Яаков. Он получил имя Исраэль, когда боролся с ангелом и победил. И то Бог его назвал то Яаков, то Исраэль. То есть, у него тоже был диапазон его связи со Всевышним. То есть, в высших его проявлениях он был Исраэль, в обычном проявлении он был Яаков. И, значит, мы говорим, Шма, Исраэль, пробудись, вот это мое высшее качество, Исраэль. Господь переводят на русский это слово, которое дальше произносится. Но по факту там есть такое четырехбуквенное имя, которое на иврите мы говорим Адон, Адуно это как Господь. Да, на русский переводят Господь, Господин. То есть, но вот это имя четырехбуквенное, которое нельзя произносить, его мог произносить только в храме первосвященник один раз в году, святая святых. Это имя, вот четырехбуквенное, оно обозначает бесконечность. Был, есть и будет. И его качество, милосердие, это тот, кто дает всему миру существование. То есть, это непостижимо бесконечный источник всего мироздания. Элокейну всесильный, это все силы. Это то, что называется вселенная, природа, все законы, которые только есть и которые действуют в этом мироздании, это всесильный. То есть, творец мироздания, для того, чтобы это мироздание могло существовать, он его запрограммировал, как программист, да, такое. И вот этот программный код всего этого называется всесильный. Всесильный, Элокейну, всесильный наш, Ашем Эхад, Бог один. Значит, опять мы говорим, то первое имя милосердия, Он один. Что даже в этом во всем, вот в этой во всей системе во вселенной, проявляется милосердный создатель, творец мироздания, который непостижимый был, есть и будет. И Рав Шаламарош, он делает здесь акцент, так как мы изучаем его взгляд. Он делает акцент здесь на том, что даже вот в этой вот системе, которая иногда бьет током, наказывает и так далее. То есть, есть неприятные аспекты, которые человек переживает уже в этом мире, который является проекцией духовного мира. Он говорит, это все равно милосердие. То есть, тебе кажется, что это страдание, что это суд, но это по факту милосердие. Потому что основа Всевышнего, это милосердие. Значит, все его проявления, даже которые кажутся, там, отец ругает ребенка, он его зачем ругает? Потому что он его любит, он хочет, чтобы ребенок исправил свои какие-то плохие качества. Поэтому, значит, главное, даже когда Всевышний нас наказывает, то по системе Рав Шаламароша, это не наказание, это подарок. Так он говорит нам. Хорошо, теперь дальше. Дальше идет фраза, это мы учили на прошлом уроке. Дальше идет фраза, которая называется, которая звучит так. Дальше шепотом говорят, после того, как это произносят, первую вот эту фразу, после этого открывают глаза и говорят, благословенно славное имя царства его в веке веков. Барук Шемкот Малхатолю Рам Ваэт. Значит, что подчеркивается аспект, что он царь. Что он не просто установил законы и пошел отдыхать, да, куда-то, не дай бог. Нет, что вся эта система, она постоянно находится, каждую секунду, бог, творец мироздания и всесильный, он же всесильный, он ее восстанавливает и поддерживает ее существование. И это как царство. И произносящий шепотом этот стих должен понимать, что он воцаряет Всевышнего над собой. Со всеми своими 248 органов, есть таких важных в теле человека, и 365 важных меридианов, жил, которые, ну так и называются, жилы. Причем, что интересно, что есть 248 повелевающих заповедей в Торе, и есть 365 запрещающих заповедей в Торе. Это соответствует 365 дней в солнечном году, а 248 это вот как раз органы в теле. Вот интересно так. И когда ты говоришь благословенно славное имя царства его вовеки веков, то что это ты признаешь его царем. Он говорит, я понимаю, что все вообще, каждая молекула, каждая вот в этом мире, каждая частичка, каждая энергия, каждая сила, она подчиняется тебе, и она работает в общей системе. Нет здесь хаоса. Есть единый царь, который всем этим управляет. Это Бог. Дальше, и как мы уже писали, вот тут его взгляд опять идет. Воцарить над собой Всевышнего означает принять с любовью его управление миром и твоей жизнью. Как суд его, так и милосердие, и благодарить его за все. И здесь нужно сосредоточиться на принятии с любовью всего содеянного Всевышним с тобой, с твоими органами, жилами и с твоим потомством. И за все сказать спасибо. Это как бы такая декларация вступления, которую произносят всегда вот утром и вечером. Еще перед сном засыпают, тоже эти слова произносят. Шмай Сраэль, Ашамал Кэйна, Ашамахат. Барук Шэм Квот Молхатул Льурам Вэй. Слушай, Израиль, Бог Всесильный, Бог Один. И благословенно слава, славное имя Царства Его во веки веков, если на русском. Дальше начинается сам текст молитвы. Это он взят отрывок из Торы. И начинается он с того, Ваавта, Ашамал Кэйха. Возлюби Господа, Бога твоего. Вот этот вот, что Бог, это Ашам, да, вот его как бы Господь. Элокэйны Всесильный. Его нужно возлюбить всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Теперь это на русский перевод. А на иврите это звучит Ваавта и возлюби. Идет в единственном числе. То есть каждый, кто произносит эти слова, он понимает, что это Бог к нему обращается. Значит, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Он объясняет. Бог Милосердия Всесильного, это качество суда, это система, да, система, которая устроена как суд. Это можно делать, это нельзя, это правильно, это неправильно, это добро, это зло. То есть вся система работает очень четко. Нет здесь хаоса. И когда мы говорим, что Бог это любовь, и поэтому я буду любить свою кошку, собаку, мужчин, женщин, детей и физически буду любить. А чего? Ну это же Бог любовь. Нет, секундочку. Бог сказал, что есть любовь, а есть закон. И любить ты должен свою жену или женщину по согласию. А если она не согласна, ты не можешь ее любить. Это называется изнасилование. То есть когда мы говорим просто у человека от себя тяну, да, такой, он говорит, Бог это любовь, поэтому типа все дозволено. Нет, это неправильно. Бог установил четко, это добро, это зло. Есть система. То есть он сам любовь. И именно в этой системе, которую он нам дал, система законов, и проявляется его любовь. И проявляется подарок нам, чтобы когда я убираю свое желание, свое эго и подчиняю свое я, свое интеллектуальное я. Эго это интеллектуальное я такое. Я его подчиняю воле Всевышнего, то в этот момент я соединяю свое интеллектуальное я со Богом, со своей душой и ухожу в вечность. То есть это и есть как бы смысл победа в этой игре, пройти жизненный путь и соединиться со Всевышним. Как раз он дал нам возможность, через заповеди мы можем с ним соединиться. Теперь он говорит так, что нужно любить все. И систему, и того, кто ее дал. То есть Бог милосердный и его систему. И люби, принимай все с любовью и за все благодари. Что значит всем сердцем? Мудрецы об этом говорили. Там написано Беколь Левавха. Что значит Беколь Левавха? Во-первых, сердце на языке Торы это полностью мышление человека. Это не сердце, которое бьется кровь. А вот есть, например, такое известное выражение в притчах царя Соломона. Много замыслов в сердце человека, а замысел Бога он исполнится. То есть сердце это то, что потом назвали психологи сознание, подсознание, память и так далее. То есть это весь внутренний мир человека называется сердцем. Эмоции, все это сердце. И всем сердцем. Сердце, как ученые делят, они говорят, есть сердце, есть эмоциональная часть мозга, есть рациональная часть мозга, интеллектуальная неокортекс. Есть рептильный мозг, это инстинктивная часть. Тора говорит, что вот эта инстинктивная часть называется животное начало человека. Оно у нас идентично с животными. Все безусловные рефлексы, которые запрограммированы, это тело, которое обеспечивает жизнь. Животное это то, что выживает, инстинкт самосохранения. И все вот эти вот там системы, иммунная система, гормональная система и так далее. Все эти системы, они называются животное начало. И они запрограммированы на две простые задачи. Это выживание и размножение. И если для выживания животному нужно забрать у другого животного еду или даже жизнь, то животное это сделает. То есть почему? Потому что животное это не зло. Животные, которые там пищевая цепочка в мире, они не злые. То есть волк, который съедает оленя, он не садист. Ему жить надо. Если его не съест, он умрет. И вот это животное начало, оно не разделяет между добром и злом. И то же самое с размножением. То есть у человека есть инстинкт продолжить жизнь на земле. Поэтому инстинкты в Торе называются, с одной стороны, нефешбеймид, то есть животное начало. С другой стороны, они называются злое начало. Почему злое начало? Потому что они ведут человека к неконтролируемому размножению. Что в системе уже эмоциональной и интеллектуальной и духовной является злом. То есть Бог сказал, что отношения должны быть семья, дети, не должно быть разврата и так далее. И получается, что инстинкт в этом случае, когда он меня ведет в нарушение духовного закона, он становится злым началом в человеке. И вот здесь как раз и появляется вот этот вот момент заповедей, которые ты выполняешь и получаешь награду от Бога. За то, что ты выбираешь между животным своим началом и своей душой Богом. А как ты можешь выбрать между Богом и животным началом, когда Бог установил систему заповедей. И когда ты сидишь и думаешь, вот эта еда не кошерная, например, да. Значит, или по-простому, эта еда мне вредная. И она ведет меня к смерти, к ожирению, к ранней смерти, она вредная. И ты сидишь и думаешь, так, значит, ну, по Торе нельзя есть вредную еду, потому что написано, сохраняйте свои души. И это жизнь, которую Бог тебе дал, тело как храм для души. То есть ты должен заботиться о здоровье, по-простому. Теперь и у тебя есть выбор, но твое тело тебе говорит, слушай, съешь, ну реально съешь. Или ты сидишь и думаешь, вот там дома ждет жена или муж там, или дети. А ты сидишь, вот стоит стакан водки, и ты думаешь, а тут какие-то там девушки сидят. Выпиваешь стакан водки, и у тебя животное как раз усиливается от водки. А божественная твоя часть, она притупляется. И ты такой сидишь и выбираешь, куда тебе, вправо, влево, там, домой или не домой. И вот как раз вот в эти вот моменты и идет вот эта свобода выбора. Куда ты двигаешься, в сторону души или в сторону животного. И когда мы в Шмае-Сраиле говорим, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Имеется ввиду всеми качествами своей души и животными, и божественными. И получается, вот он пишет здесь. Всем сердцем твоим. Мудрецы об этом говорили. Следует любить Всевышнего обоими твоими побуждениями. Как добрым, то есть духовным, божественным, так и дурным началом. Дурное это злое начало, животное начало. А что значит любить Всевышнего животным побуждением, дурным началом? Это значит говорить спасибо за свое дурное начало, за падение, за неудачи, за все благодарить. Наличие дурного начала нужно принимать с любовью и радостью. Тогда человек с радостью выполняет свое предназначение в жизни, справляться с дурным началом, данным ему Всевышним. Это же Всевышний дал это дурное начало. Он же дал женщину, которая сказала Адаму, первому человеку, съешь от дерева познания добра и зла, что Всевышний тебе запретил. А что значит съешь от дерева познания добра и зла? Это как раз стань как Всевышним, который выдумывает смыслы. Это же Всевышний выдумал всю эту систему. Это он сказал, это добро и это зло. Теперь человек, он может принять эту систему, а может придумать свою. И когда сказала женщина человеку, съешь от дерева познания добра и зла, а кто ей сказал? Змей. А кто змея послал? Всевышний. И когда человек съел от этого плода, и он стал тоже таким же хитрым, как змей, и когда Бог ему говорит, как же ты нарушил то, что я сказал? А он говорит, а я не нарушил. Я вообще, я нарушил, я вообще не нарушил. Это та женщина, которую ты мне дал, он сразу ответственность перетидывает. Узнаете, как бы, такую обычную схему, да? Как человек, когда что-то делает не то, он тут же ответственность перетидывает себя. И он говорит, это женщина, которую ты мне дал, она мне дала, а дерево я не ел. А действительно, он же от дерева не ел, это она ему дала. То есть, как бы, вот, вот, вот такая вот у него была хитрая отговорка. Так вот, говорит нам Шаломаруш, нужно любить свое дурное начало, тоже благодарить. Всевышний дал нам испытания. И человек такой, который всем сердцем любит Всевышнего, он полностью принимает тот факт, что Всевышний создал его для противостояния дурному началу, с помощью изучения торы, молитвы и соблюдения заповедей. При успехе такой человек радуется и благодарит Всевышнего за помощь. А при неудаче радуется, что небеса показали ему, до какой степени он подвержен гордыне, и продолжает рассчитывать на собственные силы, пренебрегая молитвой. Тогда после падения, в духовном плане, он может снова приблизиться ко Всевышнему. Вот дальше он пишет, дальше в Шмай-Сраэль идет, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, то есть всем мышлением, всеми силами твоими, всей душой твоей и всеми силами твоими». Всей душой твоей. Что такое всей душой твоей? Это имеется в виду всей душой твоей. Будь готов отдать душу свою за Всевышнего. То есть жизнь человека, то, что для животного начала, на что животное запрограммировано, является самым ценным, и мы страшно, любой человек страшно боится умереть. Все, что связано со смертью, вызывает внутренний инстинктивный страх, выраженный адреналин и так далее. То есть у человека инстинкт самосохранения – это главная сила, которая управляет его жизнью, его мышлением. Обычному человеку, нормальному человеку, здоровому человеку, ему все время страшно. Особенно, если он смотрит там вокруг, там убили, там это, читает СМИ, тут война, там война, вдруг завтра не будет еды. То есть обычным человеком все время управляет страх. Теперь человеком, который поднялся на духовный уровень, он это понимает, что это его животное запрограммированное начало. У него страх отпускает, потому что он любит Бога всей душой своей. Имеется в виду нефеш – это животная душа. Здесь у души есть три разных названия. И вот здесь говорится именно о животной душе запрограммированной, инстинктивной. И Бога, когда ты возлюбил всей душой своей вот этой, то есть ты готов даже умереть, выполняя заповеди, ты знаешь, что это не смерть, это наоборот второе рождение. То есть ты выходишь в душу. И все вот самые такие выдающиеся праведники, у них есть вот этот вот момент, который их отличает от других людей. Они не боятся умереть, у них нет этого внутреннего страха. Они полностью расслаблены. Как рабе Акива, которого ремляне убивали, и ученки говорят, это Тора, это награда за Тору. Он говорит, а я каждый день говорил, шма-исраэль. И тут же написано, будь готова отдать за Бога свою душу. Возлюби Господа Бога твоего всей душой твоей. То есть вот эта животная душа, если ты полностью любишь Бога и с Ним соединился, тебе уже не страшно. И он говорит, я всю жизнь об этом мечтал. Все. И вот я видел таких мудрецов, которые, там, Рав Шах, например, он жил до 107 лет. Или мой учитель Равыцкак Зильбер. У них было вот это состояние полного внутреннего расслабления, которое, ну, то есть доступно человеку, только если он искренне, абсолютно, у него нет внутри вот этого вот животного страха. То есть это было полнейшее такое, ну, невероятное глубинное спокойствие. И третье, то, что мы здесь говорим, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, то есть всеми своими побуждениями, всем, всей душой твоей и всеми силами твоими. Беколь меодеха. Убеколь меодеха, значит, всеми силами твоими, переводится на русский. Наши мудрецы говорили, что это намекает на два аспекта. Слово меодеха, это всеми, меда, это мера. И вот он говорит, первое объяснение, в каждой мере, которую он тебе отмеривает. Даже если тебе кажется, что Всевышний с тобой в данный момент ошибся, что-то тебе не додал, какая-то неприятность, какое-то все, в этот момент тоже надо любить Бога. Второй момент, это всем своим имуществом. И вот тут как раз он много про это пишет, что один из главных ецарара вот этих злых начал человека, это первое, страх за то, что ему не хватит завтра. То есть 40 лет Бог тренировал евреиский народ, что даст Бог день, даст Бог пищу. В пустыне ман выпадал на каждый день, и он не мог оставаться про запас. И он тренировал вот это вот качество веры и надежды, что даст Бог день, даст Бог пищу. Это одно из главных проявлений веры. А второе препятствие у человека, это алчность. Как говорит царь Саамон Мишлей, он говорит, Каждый, кто жаждет наживы алчной, его душу вот эта нажива она забирает. То есть человек все время думает, больше, 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 еще. Если 100, он хочет 200. Если 200, хочет 400. Если у него 400, он все равно боится, что у него эти деньги украдут, и завтра у него не будет, он их куда-то инвестирует, там у него потерял, тут он судится. И у него вся его жизнь, она вертится вокруг этого. А потом он умирает, его голым кладут в гроб, а его наследники еще при жизни начинают друг с другом воевать за то, чтобы забрать вот это вот богатство, которое он накапливал. Царь Самон в Экклезиасте, он очень подробно разбирает эту тему, что люди, которые алчные, им очень тяжело вообще, в принципе, хорошо жить, радоваться жизни и так далее. Теперь, поэтому возлюбить Господа Бога, когда ты его любишь всем имуществом твоим, то есть ты понимаешь, что все от Бога, даст Бог день, даст Бог пищу, если надо, он тебе даст, если не надо, он заберет. То у тебя спадает полностью вторая часть проблем, которые есть у людей. Страх смерти и страх, что не будет кушать, это все идет из одного корня и принимает самую уродливую форму, потому что когда у человека есть уже 100 миллионов, зачем ему 200, зачем ему миллиард, зачем ему 2 миллиарда, зачем ему 22 миллиарда. То есть люди, и когда человек гонится за деньгами, то у него всегда не хватает, он попадает в очень сложные, постоянные ситуации, каких-то конфликтов и так далее, как мы учили в Пертьевод, что Марбе Нихасиму умножающее имущество, Марбе Дага умножает заботу. Вот, значит, это мы проучили сегодня первую строчку только Ишма Исраэль. Вы можете скачать эту молитву, посмотреть на нее комментарии. Это вот такая самая главная декларация связи со Всевышним. И коротко, сегодня у нас очень короткий урок из книги «Хэппинес» Рава Зелега-Плистина «Как увеличить качество жизни и приобрести больше счастья». И здесь он пишет нам очень хороший совет, простой. Make music in your mind. Он говорит, есть такой совет Торе, сделай музыку в своем интеллекте, в своем мозгу. Был такой великий раввин, Рабимейр Шапира. Он один из величайших раввинов последних там 100 лет. И он говорил своим ученикам так. Когда вы идете на свадьбу, раньше же не было магнитофонов, там, плееров, телефонов, не было возможности музыку слушать все время. Только играли люди вживую. Он говорил своим ученикам. When you attend a wedding, когда вы присутствуете на свадьбе, take the band with you, возьмите ансамбль с собой. Так говорил Раби Люблин, он жил в городе Люблин, Рабимейр Шапира советовал своим студентам. Он говорит, возьмите музыку с собой, продолжайте радоваться и слышать эту музыку, даже когда вы ушли со свадьбы. Дальше он приводит, что был такой маймонит, это был рамбам. И он тоже говорил, что если у человека есть какая-то грусть и так далее, то ему правильно слушать музыку. Вот. Он говорил, что listen to music, так он говорил, советовал. Он был врач еще египетского, египетского какого-то султана и так далее. Теперь музыка, она пробуждает у человека очень внутренние такие вибрации хорошие. Поэтому если человек хочет быть счастливым, то он находит ту музыку, которая делает его счастливым. Это очень простой совет, но очень мощный. И эту музыку начинает служить. Музыка, танцы. Я вот в этом году взял челлендж себе пять минут в день танцевать. И действительно, это такая простая вещь. Находишь какую-то, я в ютюбе нахожу какие-то, есть статьи, где обучают даже танцевать. И ты изучаешь новые движения, двигаешься, и это и как зарядка, и зарядка для души. Потому что я эту книгу второй раз прохожу, и я этот совет читал. Действительно, я раньше музыку особо не любил и не слушал, но сейчас я начал каждый день и слушаю музыку, и вот танец. Танец, это вообще бомба, включая тело, включая эндорфины, гормоны радости. Это очень сильный совет, чтобы радоваться. Все, дорогие друзья, шавуа то в радостной неделе. Радостной неделе, и чтобы был успех в духовном развитии, в материальном развитии, и чтобы был, главное, шалом в душе, шалом в отношениях, и шалом в мире. Тогда наступит шалом в мире. У нас очень большая цель у меня в этом году появилась, чтобы миллион человек стали счастливыми, и именно, когда будет вот эта благодарность Всевышнему, это страшная вещь. Я по себе наблюдаю, как вот чуть-чуть заболеваешь, например, да, пожалуйста, помоги, хочу выздороветь. Выздоравливаешь, и не радуешься, и не благодаришь Всевышнего на автомате. То есть нужно очень осознанно себя включать, благодарить Всевышнего, и тогда не придется молиться «Спаси», а тот же самый свет духовный, да, будет вырабатываться через благодарность. И вот если действительно мы возьмем, сейчас уже на уроке больше двухсот человек, больше, уже значительно больше двухсот человек, если в трех каналах, если каждый по сто благодарностей Всевышнему скажет день, это будет двадцать тысяч благодарностей в день, двадцать тысяч в день. А если это будет миллион человек по сто благодарностей, Это 100 миллионов в день. Это невероятно будет духовная энергия. Я уверен, что Всевышний полностью погасит все эти источники страданий, которые сейчас есть в мире. Потому что только во время страданий человек вспоминает о Боди, к сожалению. Но если мы будем помнить о Боди, когда хорошо, то тогда Богу не нужно будет давать нам страдания, чтобы мы реализовали свое предназначение. Потому что предназначение жизни в этом мире, это чтобы человек поднялся на свой духовный уровень. И чтобы человек жил вечно. А это возможно только через соединение с Богом. А соединение с Богом идет или через благодарность, через плюс, или через минус. Когда падает самолет, атеистов нет. Все молятся. Все. Удачи, успехов. Встречаемся с Божьей помощью завтра в 10.00. Спасибо вам. До завтра.